ален привет с наступающим тебя новогодними праздниками я вижу тебя там предновогодняя куколка стоит а ну-ка покажу и у меня тоже такая веселенькая куколка вот эта картина в ночь под рождество елочки это пальмы красного цвета такой парадокс кошки такие тепленькие там так тепло так уютно это снег идет все разглядел теперь в очках мне нужно будет опять очки так-так-так-так не ну там серьезное дело окошки свет в окошке это же важно свет в окошке суши я как не могу тебя луну показать луна видишь вот вижу красота картины смотрю окошки снежинки и луна очень загадочная такая такая волшебная но я художнику рассказываю как художник ну ты свою картину приготовь следующему разу слушай что я тебе хотел сказать тут оказывается такое дело не невероятно оказывается чайковские музыканты великий чайковский оказывается он стихи не любил никакие и поэзию не читал никакую что уговорить у него оказывается между музыкальный слух был такой острый а вот вот читать тексты какие-то он не читал и он там оказывается в этой опере евгений онегин который он написал там бесподобная музыка а текстом сделан такой какой-то совершенно невероятно тупой но какой-то такой ну короче говоря кто хочет как поинтересоваться пусть поинтересуется какие стихи любил чайковский и обнаружится так как я вот читал недавно что оказывается ничего этого не любил он наоборот любил музыку писать вот интересно а вот пушкина углубленные в стихи наоборот какую музыку любил вот интересно кто знает друзья напишите там коментах какую музыку любил пушкин или не любил вот то что он любил на полях черновиков рисовать женские головки и свои портретики когда задумывался искал мысль он автоматом рисовал чтобы снять напряжение лишнее это я уже комментирую как специалист ученые психофизиологии потом рисовал на автомате чтобы снять а агата крыси повторяемые движения когда фантазировала свои детективы тарелки мыло а вот интересно пушкин рисовал на полях вот эти портретики автоматические а музыку какую любил ты когда-нибудь задумывался такую пушкин любил может вот сейчас я задумался очень глубоко причем вот после я сейчас google открою вдруг я там что-то обнаружил я вам сообщу я вам сообщу интересные же вопросы но конечно в жизни не задумывался пушкин подразумевается что гений русской поэзии что естественно наверное подразумевается что у него все правильно а вдруг на самом деле он тоже музыку не любил вот интересно будет да да а вот энштейн энштейн когда задумывался чтобы не зависать и чтобы мог думать о своей теории относительности но может быть еще каких-то теориях он играл на скрипке да то среди повторяемое движение снимает напряжение и продолжает мозг работать не зависая в моменте когда он очень напрягается кстати шарла холмс тоже играл на скрипке может у него тоже на эту тему как раз пока он свои разгадки загадки разгадывал нет правильно правильно шарла холмс по моему курил трубку ходил туда-сюда по комнате играл правильно повторяемое движение снимает напряжение самое главное что мы сегодня с тобой определили я поднял этот вопрос очень глубоко сосредотачиваются люди которые имеют природные способности в данном направлении и сколько у нас гений в которые имели такую глубинную способность легко сосредотачиваться как чайковский или пушкин но одновременно в нескольких областях вот это интересно да или каждый только в одной но вот я могу сосредотачиваться и рисую и могу очень хорошие стихи писать ты наверное читал мои хорошие стихи кстати я с детства читаю ваши хорошие стихи одни просто очень хорошие другие тоже хорошие если вы спросите про плохие плохих там нет там очень глубокий вообще-то стихи такие прям я поражаю просто как прочтешь так вздрогнешь от глубины глубины идеи да глубина проникновения и острота мысли да и острота мысли поэтому олен ты как мой сын тоже такой умный проникновенный такой замечательный и художник прекрасный и вообще философ ну короче говоря я тебе поздравляю с наступающим новым годом желаю тебе исполнения твоих мечтов мечтов говорят или мечтаний мечт наверное пусть мечты сбываются скажем с другой стороны обойдем вот это да 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 я еще хочу добавить чтобы открывались ваши таланты друзья потому что чем больше у вас любимых дел тем больше точек опоры и когда вы занимаетесь любимыми делами у вас и расцветает ваше здоровье и творчество дома достаток потому что там есть связь потому что когда вы делаете то что вам действительно по душе и нравится в этом лишь сооттачиваетесь там как говорится природа помогает бог помогает и там там в этой области вы становитесь неповторимым раз вы не повторим вы становитесь необходимым а раз вы необходим вас будут искать и будут просить и которых вас слушать и даже ваши советы будут выполнять и даже ваши картины будут покупать на от light способности это не только стихи картины не только dance или песни а изобретательство в любом направлении. Да, это мышление. Правильно, Хасан Ильич? Это вообще просто мышление в определенных разных направлениях. А я хочу сказать вам большое спасибо. Я хочу поздравить вас и вашу школу, и ваших... Вашу школу. С наступающим. Но я должен это сделать в праздничных наушниках своих. В праздничных. Я поздравляю вас, дорогие друзья. С наступающим праздником. И желаю, чтобы вы, каждый из вас, имели в этом году еще лучше, золотее ключ к себе. Потому что с ключом решаются все проблемы. Слушай, Ален. Чистого вам неба и крепкого здоровья и исполнения всех желаний. И всех вам радостей, друзья. Лен, я сейчас всем предложу подписываться на твой казал. А ты на этом канале, на своем, покажи уникальные свои способности. Сейчас шутку, шутку с поздравлениями. Вместо хлопания ушами вот этими икрушечными поделай ушами твоими собственными. Да, сейчас поделаю. Во-первых, я хочу сказать, конечно, это для шутки, для того, чтобы вы улыбнулись. Улыбка важная вещь, она переключает доминам. И пусть кто-то напишет, умеет ли кто-либо делать. Я думаю, наших в городе много. Не один я умею. Покажи, как уши. Вот же, вот же я же покажу. Там не видать? Нет, там видно, как ты лобными мышцами работаешь. Во, во, теперь видно. Ну, короче говоря, ну что вы тоже меня в краску гоняете. Главное, что в нашем городе много. И это же не только для улыбки, то есть это для улыбки, а еще и для того, чтобы ведь при этом мышцы сокращаются, расслабляются, опять же, снимаются зажимы. Можно без рук ехать за рулем, шевелить ушами, расслабив плечи и становиться свободнее. Мне больше всего нравится твой прием, когда человек голову в плечи втягивает. Ну да. Несколько раз осознанно втягивает голову в плечи. Осознанно в том смысле, потому что неосознанно он и так делает. Он все время втягивает, когда у него напряжение, а ему говорят, да выровняйся, выровняйся. А вот чтобы выровняться, несколько раз надо сделать вот так. Втягивать. Поднять, поднять бросит, освобождается венозный отток, становится свободнее. Потом уже можно выровняться. Мне этот прием твой очень нравится. пускай на твой канал и показываем больше приемов. Да. У тебя там вот такие приемы. Спасибо. Шелли тоже скажи от меня поздравления, мои доченьки любимые. Вообще всех, всех, всех поздравляю. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok